А я же женился в 25. Ребенка родил в 41. Надо было раньше и больше. Вы сделали предложение на третий день. Королева. Надо, думаю, надо воровать. Позвонили бы из Голливуда, позвали бы сниматься туда. А вот у Спилбурга бы снялся даже плохим русским. В том году Юлия Навальная была на Оскаре, и вы тогда очень жестко по ней прошлись. Ты же русская женщина, у тебя муж в тюрьме, а ты по Голливудам шляешься. Мне просто стало Навального жалко. Лешу предали все. После начала СВО не поменялось восприятие? Любая война – это трагедия. Если проиграет наша сторона, то нам всем конец. Для вас это стало еще и такой гражданской войной, потому что у вас там остались родные, и вы для них сейчас враг. Это у них со мной конфликт, понимаете? Я про себя говорю, что я русский и украинского происхождения. Все закончится, дай бог, все будут живы, встретимся, поговорим. Вы вообще хотели дозвониться до Путина, до его прямой линии, задать вопрос про мигрантов. У нас уже по большому счету существует параллельное государство в государстве, только это государство принадлежит мигрантам. Страшная трагедия, которая произошла в Крупус-Сити, проявила вообще провал государства, я считаю, в этом вопросе. Верите, что нас ждет очередная пандемия с огромными жертвами? Как сократить естественным, нерадикальным путем количество людей на Земле? Или это глобальная мировая война, или какая-нибудь пандемия? Вы рассказывали на интервью, что у вас бронежилет и каска уже куплены. Меня просто жена два раза отговорила. Слушай, ну зима, аж холодно. Ну что ты там в окопе-то будешь там, я не саморозить? Весь мир в труху, но Россия – это ковчег, на котором спасется человечество. Юрий, очень рад вас видеть. Вы знаете, ваши пронзительные голубые глаза покорили с экранов миллионы женских сердец. Они у вас от папы или от мамы? От мамы. От мамы. У меня мама голубоглазая очень. Папа тоже голубоглазый, но цвет глаз именно такой. Да, мне достался от мамы. Зашла в ваши соцсети и увидела там видео пару лет назад, вы танцевали глазами в машине. Просто там танцевало все – брони, глаза, ресницы. Это что-то нереальное. Вы долго репетировали? Да нет. Просто я иногда люблю повалять дурака. Все-таки творческая профессия, иногда настроение бывает – повалять дурака. Ну и выложил. Вот специально ничего не разучивал, не тренировался. Как-то так само получается. Ну это изумительно. Вот сейчас бы молодежь запилила бы такой контент куда-нибудь в ТикТок и собрала бы, наверное, миллионы. Миллионы просто просмотрят. Вы как-то сказали, что ваше детство – это сказка. Действительно сказка. Ведь мама – учительница, папа – военный. Тут не забалуешь. Наверняка растили в строгости. Сказки-то бывают страшные в том числе. Ну, во всяком случае, в каждой сказке есть страшное какое-то место. Да нет, вы знаете, я счастливый человек в этом плане. Потому что, ну, во-первых, я жил в тот момент, когда Советский Союз был, в общем-то, на пике своем. Отец – военный, мама – учительница. Мы жили в гарнизоне в Прибалтике, недалеко от Таллина. Поэтому как-то вот… Как-то было все спокойно, хорошо и довольно-таки сытно. Это не отменяет того, что я, будучи достаточно таким хулиганистым парнем, получал от папы, от мамы. Ну, больше от мамы, наверное, получал. По шее за свои поступки. Ну, такой, знаете, возраст. Мы все через это проходим, и наши дети, и наши внуки будут через это проходить. Когда ты пытаешься, ну, завоевать место под солнцем, в том числе и в своем, как бы, кругу родных и близких, да. Вот, поэтому, ну, совершаешь какие-то глупости, дурости. Ну, это называется искать себя. Потом ты все это пересматриваешь, переоцениваешь, и в результате выносишь жизненный опыт. Но сказка действительно была. Это было, наверное, одно из самых лучших времен моей, скажем так, жизни. Именно юность и детство. Вот. Родители, конечно, ну, понятно, что ограничивали в силу просто того, что не могли себе позволить все, несмотря на то, что отец военный был и получал достаточно неплохую зарплату. Я приезжал летом к бабушке, дедушке на Украину, вот, в село. И там, знаете, как это, я утром уходил, вот, вечером приходил. Это был предоставлен практически 100% себе. Вот. Мы там гоняли на великах, купались. Хулиганили, по деревьям лазили, да? Воровали, воровали яблоки, воровали черешню. Не просто потому, что не было, но просто потому, что... Азарт. Азарт. Просто хотелось вот этого адреналина. Причем в селе все, в общем-то, как бы, относились к этому с пониманием. Вот. Я всегда говорю, что помните, когда вы пытаетесь детям там какие-то нравоучения читать... Вспомните себя. Вспомните себя, вот. И село было богатое очень такое, знаете, все друг друга знали, там, все там или родственники, или там кумовья. Понимали, да что-то мне так там с десяток яблок жалко, говорит. Пускай залезут в сад, возьмут. Вот. Ну, так бывало, конечно, некоторые там для страстки так. Ух, я вам, а это для нас прямо было вот самое радостное, что нас увидели, нас... Сейчас догонят, а то-то сделают. Сейчас догонят, мы бежим, перекидываемся там и так далее. А вот на Баштан, ну, в смысле, Бахча, у нас на Украине Баштан называется, мы ходили, мы раздевались догола, вот, и воровали арбузы, потому что это была как бы арендованная территория, и там выращивали арбузы, да, выращивали в основном корейцы. Вот, да, да, корейцы. Вот, и они такие были прямо в этом вопросе строгие очень. Раздевались мы догола по той простой причине, что летом, как правило, ты ходишь все время в одном и том же, пока мама не вытряхнет, да. И могли просто запомнить по одежде там, ну, как бы, да, что вот, ага, вот эта майка, вот эти вот там шорты, иди сюда. Вот, поэтому мы раздевались догола и арбузы ворвали голышом. Вот, чтобы по одежде не узнали. Слушай, вообще, глядя на вас сейчас такого интеллигентного, аристократичного актера, удивительно, что у вас было прозвище «Принц дебилов» в детстве. Да, это в школе. За какие такие поступки-то? Ну, вот примерно за то же самое. Ну, в школе просто, потому что я был сыном учительницы, причем у меня была страшная трагедия. Моя мама была учительницей в той школе, в которой я учился, она была единственной в гарнизоне. Вот, и я, у меня все окружение мое было, ребята, в общем-то, такое, ну, стрёмное, скажем так. Как правило, это люди, которые там плохо учились, хулиганили, были зачинщиками каких-то там скандалов в школе и так далее. А почему «Принц», потому что я был красивый, ухоженный мальчик, всегда отглаженный, всегда чистенький, причесанный и так далее. И директор нашей школы каждую, по-моему, субботу, у нас было там 3-4 урока, а потом была общая школьная линейка, и итоги как бы недели озвучивались. Ну, естественно, самых отличившихся, в плохом смысле слова, вызывали, так сказать, чтобы классы все, вся школа знали своих героев в лицо. И, как правило, меня вызывали одного из первых, а потом все мои друзья выходили из разных классов, все, как говорится, хулиганы, двоечники. Я стоял как бы с гордо поднятой головой, потому что мне отец сказал, говорит, ну, если, говорит, вызывают, то ты, говорит, стой, как перед фашистами на расстреле, с гордо поднятой головой. Вот. Это мама переживала, мама там краснела, прятала глаза, а батя мне такой, говорит, ну, папа просто... Стоит до последнего. Папа просто тоже, собственно говоря, да, у него тоже свои мемуары, такие, что там мне еще далеко до них. А вообще какой-то урок из детства был, который вынесли на всю жизнь, запомнили от родителей именно? Да, родители. Я украл велосипед, вот, потому что, ну, отец был в Афганистане, да, вот, и я украл велосипед. Я не знаю, почему, мне просто девочка одна нравилась, и я хотел ее покатать на велосипеде. Везде шершеляфам. Да, а мама, мама мне все время говорила, вот, папа приедет и купит тебе велосипед. Ну, в смысле, из отпуска, он в Афганистане воевал тогда. А он все не приезжал и не покупал, да? Да, ну, мне-то хотелось уже сейчас, понимаете, потому что потом, когда папа приедет, это будет зима, и никто на велосипеде, как говорится, кататься не будет. Вот. Ну, я вот такой проступок совершил, ужасно и стыдно, вот. Но это вот главный очень такой урок в жизни был от родителей, потому что приехал отец практически в тот день, когда меня поймали. Ну, в смысле, пришли к моей маме, сказали, вот, ваш сын там, вот, совершил такой плохой поступок. Я, конечно, от мамы выслушал, получил, вот. И тут вечером приезжает папа. Ну, ему дали просто раньше отпуск, чем планировалось. Отец, на самом деле, удивительный человек. Он меня никогда не бил. Он спокойно всегда со мной так разговаривал, но я просто умирал в этих беседах от страха, ну, потому что отец боевой офицер. Он солдат посылал, грубо говоря, в атаку, понимаете, словами, а не пинками и так далее. Тем более, что он у меня возглавлял партийную организацию нашего гарнизона, он у меня коммунист. И он умел находить нужные слова. Беседы с отцом для меня были всегда очень сложные. По мне лучше пускай меня мать бы выбрала, чем один раз с отцом поговорить. И он меня поднял, я думал, сейчас, думаю, ой, сейчас мне прилетит. Нет, мы спокойно сели, поехали в Таллинн. Мы недалеко, под Таллином были, недалеко. Пошли в чековый магазин, выбрали просто невероятный велосипед. Об этом можно было только мечтать. Тогда чеки получали военнослужащие. Это такой аналог валюты. Купил велосипед, мы приехали, я думал, что это мне велосипед. Мол, типа, пожалели ребенка, что, как говорится, это вот. Нет, он сказал, говорит, вот теперь иди и дай этот велосипед тому, у кого ты украл. Да, я пришел, отдал этот велосипед, а сам как-то вот потом на ворованном велосипеде мне не каталось. Уже даже, как говорится, я уже и понимал, что я и девушку, которая мне нравится, не покатаю, потому что уже все знали, кто я такой. Так что так вот. И это был... Мудрый поступок. Да, это вот со стороны родителей был очень мудрый поступок, и он мне запал в душу, и я понял, что родители правильно поступили. Когда в моей семье что-то происходит, мои родные спешат обсудить это со мной. Сестра Шутя называет меня домашним психологом. Я даже подумываю получить еще одно образование, психологическое, чтобы иметь возможность помогать уже профессионально. Кстати, согласно исследованию BBC, профессия психолога входит в топ-20 самых нужных. И ее точно не заменит искусственный интеллект, потому что только человек может понять другого человека и его душу. Но где получить образование? Конечно же, в Московском институте психологии. Он входит в пятерку лучших институтов по направлению психология и является членом Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. МИП выпустил более 4 тысяч специалистов, а его диплом котируется как в России, так и за рубежом. В МИПе есть курсы профпереподготовки по самым востребованным направлениям. Консультирование, детская, семейная психология, нутрициология, психотерапия и другие. Обучение подойдет как для тех, кто изучает психологию с нуля, так и для тех, у кого уже есть опыт. Преподаватели – ведущие, практикующие психологи и психотерапевты с опытом от 7 до 25 лет. И еще один плюс – обучение проходит в заочной форме на онлайн-платформе института, но также можно посещать очные тренинги в центре Москвы. Так что подбирайте удобный график под себя. Обучение построено с упором на практику, поэтому будут интервизии, супервизии, разборы реальных клинических случаев. Сколько может зарабатывать психолог? На сайте есть калькулятор. Вот смотрите, при двух консультациях в день и 22 рабочих днях и стоимости консультации 2 500 рублей выходит вполне приличный доход для начинающих специалистов. Так что если друзья тянутся к вам за советом, если вам интересна психология, и, возможно, вы даже задумываетесь о том, чтобы сделать ее своей профессией, то вам в Московский институт психологии. Сейчас на все курсы действует скидка 30%, а по промокоду Глотова она вырастет еще на 10%. Так что оставляйте заявку по ссылке в описании под видео. Записывайтесь на обучение и получите бессрочный доступ к материалам курса. Это сейчас сам родитель. И я стараюсь тоже быть очень аккуратным. Не применять, как говорится, силу и устраивать скандал там, где можно просто поговорить или просто не обратить внимания. Ну, если по каждому поводу его как бы шпинять или ругать, я понимаю, что это рано или поздно может вылезти во что-то непредсказуемое. Ну, ведь важно не отругать, а важно, чтобы понял. Важно, чтобы понял, да. Вот важно, чтобы понял. А еще очень важно, чтобы сам не услышал, что ему сказали родители, а чтобы сам осознал. Это самый ценный опыт, когда ты осознаешь свои ошибки именно сам, без подсказки других. Но, тем не менее, за ваше хулиганское поведение вас чуть не выгнали из школы. Они сказали в девятом классе, забирайте его отсюда, только вот пусть у вас не учатся. Да, причем, да, директор вызвала мою маму, которая была школьным педагогом, и сказала, вы знаете, Светлана Ивановна, не надо, Юрий, идти в девятый класс. Мама, конечно, была в шоке. Ну, посоветовали, так сказать, сказали, мы поможем. Хорошие оценки поставим, характеристику дадим. Ну, пускай вот... И выбор стоял ПТУ, либо актерский, да, театральный? Выбор вообще как бы сделала мама на самом деле. Ну, как, скажем так, мама подкинула основную идею жизненного, так сказать, пути. Она не ошиблась, потому что, ну, понятно, что любая мать лучше знает своего ребенка. Ну, кстати, все мои товарищи, вот эти вот, которые там, которые умрут, я принц, а они якобы там как дебилы. Вы знаете, они все практически ушли после восьмого класса. И, знаете, удивительная вещь. Все состоялись, да? Все состоялись. Все как-то вот, нельзя сказать, что кто-то вот пошел вот, да, вот по там кривой дорожке и так далее. Нет. Кстати, вот те вот отличники, на которых я равнялся и думал, что точно будут космонавты, ну, как-то очень посредственно в этой жизни себя реализовали. Удивительная вещь. Троечники такие вот, которые вот самые, да, они как раз-то в жизни все у них, вот, ну, очень даже не было. Хорошо, но то, что знание не показатель успеха, да, потом в жизни. Да. Ну, в смысле, конечно, хочется, хочется, конечно... Хочется быть эрудированным. Эрудированным, умнее, да, и так далее. Вот. Но в результате ты понимаешь, что не это важно. Важно то, как ты умеешь правильно оценить обстановку, да, и принять правильное решение. А для этого не нужны формулы в физике, в химии. Я, по-моему, сейчас, наверное, лишнее говорю, потому что мне скажут, вы что, Юрий? Вы что? Вы что пропагандируете? Нет, нет, учиться обязательно надо. Как я своему ребенку это объясняю? Я говорю, понимаешь, ну, я придуманную историю, я говорю, понимаешь, что это дело? У тебя в голове маленький компьютер, по большому счету. И вот, говорю, количеством знаний, которые тебе приходится запоминать, да, ты просто разгоняешь свой системный блок. Понимаешь, ты увеличиваешь нейронные связи, они начинают быстрее и так далее. А потом, говорю, тебе в жизни это пригодится, потому что у тебя, говорю, в голове суперкомпьютер. Да, ты не будешь решать, может быть, математические задачи, но ты будешь принимать очень быстро правильные решения, потому что у тебя правильно, говорю, в голове все устроено. Потому что, ну, как любой ребенок, он не хочет учиться, уроки делать, это для нас. Там, да, то есть я не могу сказать, что он там прямо у меня бежит, делает уроки и так далее. Я ему сказал, что, ты, говорю, пойми такую вещь, что я не хочу, чтобы ты был отличником. Если у тебя будет получаться ним стать, я буду просто счастлив. Но я хочу, чтобы ты просто хорошо учился. И он мне хорошо действительно учится. Бывают такие какие-то сбои там, да, как бы. И он такой, пап, у меня там по поведению двойка. Ну, он такой шустрый парень, как и я. Я уже вижу, да, что ты, как бы, ну, надеюсь, лучшая версия меня. Я ему сказал такую простую вещь. Я говорю, послушай, пока ты приносишь оценки, которые меня устраивают, я готов закрыть глаза на твое поведение. Но если, говорю, твое поведение и твои оценки уравняются, ну, не обессуй, дружище. Тогда будем делать очень серьезные, жесткие выводы. Слава богу, у меня ребенок меня слышит. То есть, ну, меня, жену он слышит. Это вот как бы большое счастье. Понятно, что он там сначала у него реакция первая, какая-то эмоциональная и так далее. Но потом, видимо, знаете, какая-то ретро у него прорабатывается в голове. Он такой приходит. Ну, да, я понял. Я папа. Он говорит, он не говорит, что я нет. Он говорит, папа, я очень буду стараться. То есть, он даже здесь честен. Молодец. Ну, вас тогда, возвращаясь в вашу юность, взяли не на актерское отделение, а на кукольное. Да, на кукольное. Из-за низкого роста. И вы от обиды выросли аж на 13 сантиметров за год. Как? Потому что миллионы мальчишек, мне кажется, мечтают подрасти. Не знаю, что там, на турнике эти висеть. Что делать? Нет, я действительно, я очень серьезно занялся спортом. Я прям не вылезал. Я прям, вот у меня бег был. Я очень хорошо бегал. Это еще как бы потому, что я уже в городе Днепропетровске на тот момент. А в городе Днепропетровске там или ты за кем-то бежишь, или за тобой бежишь. Кто-то бежит. Поэтому там надо было хорошо бегать. И, видимо, так совпало, что там всплеск гормонов, гормон роста, да. Просто я его направил в нужное русло, да. То есть, именно физическими занятиями. И это дало свой результат. Я действительно удивился. Но, вы знаете, в этом есть и минус, потому что болели очень кости. Да, ладно. Ну, конечно, сухожилия. Когда у тебя... Резко так происходит? Да, резкий рост такой прям активный идет. Просто не успевает за тобой мышцы, сухожилия. Поэтому приходилось заниматься постоянно там растяжкой, там как бы, чтобы просто себя... То есть, вы плавали, бегали. Что еще делали для того, чтобы подрасти? Турник, брусья, да. Потом я не особо увлекался на тот момент. Не было таких возможностей там как бы фитнесом, да. Только в лучшем случае можно было по большому блату попасть в какой-нибудь грязный вонючий подвал, где были какие-то там сваренные там на каком-нибудь там заводе гантели, гири, штанги. Вот. Это уже было очень круто. И я, кстати, в такой качалке занимался. Вот такой прямо, знаете, подвальной. Подвальной. Вот. Где пахло потом, канализацией. Вот. Вот и крысы бегали, но мы там качали, покупали плакаты там с Сильвестром Сталлоне, с Арнольдом Шварценеггером, с Брюс Ли. И все это было. Потом, да, потом постепенно в городе вот там подкрывались какие-то там такие уже более серьезные там качалки. Ну, потому что бандиты, бандиты для себя делали такие клубы, в которых они занимались. Моя обязанность была все убрать. Ну, в смысле диски развесить, гантели расставить, грифы поставить в угол один там и так далее. Ну, мы с товарищем это делали. Мы обычно ходили всегда небольшой компанией. Ну, и нам как бы там мы денег не платили, потому что понимали, что с нас нечего взять. Они говорили, так, ну вот пришли, короче, позанимайтесь, все это убрать, закрыть ключи, оставить, значит, ну, на охране. Мы то, что мы едим, говорил Гиппократ. Поэтому питаться надо правильно. Но что делать, если нет времени нормально поесть? На помощь приходят протеиновые батончики Бомбар. Это настоящая палочка-выручалочка для тех, кто следит за здоровьем и фигурой, и просто идеальный перекус, когда вы в машине или после тренировки. В составе высококачественный протеин, натуральные ягоды, орехи и никакого сахара. Зато много клетчатки. Батончики Бомбар отлично утоляют голод, плюс помогают добрать полезные макронутриенты. Их легко взять с собой, ведь они поместятся даже в маленькую женскую сумочку. Те, кто считает, что правильное питание – это пресные овощи на пару, и подсчет калорий с Бомбар поймут, что здоровая еда, тоже может быть вкусной. У Бомбар есть протеиновая смесь для панкейков, ПП-соусы и даже сгущенка без сахара. Я заказываю продукцию на официальном сайте, цены там выгоднее, чем на маркетплейсах и в магазинах. И у официального сайта есть фишка – бесплатная консультация нутрициолога в течение трех месяцев после заказа, а также подарки и кэшбэк 5%. Ссылка на продукцию Бомбар в описании к видео. По промокоду GLOTOVA действует скидка 30% на все до конца июля. Ну, короче, за ширмой вы перестали помещаться. В Нипропетровске я перестал помещаться за ширмой через год. Пошли на актерское, потом вообще попали к легенде, к Марку Анатольевичу Захарову. Причем как это, мне кажется, заслуживает отдельной медали за смелость? Расскажите. Да, я поступил в Щукинское училище сразу практически с ходу, то есть с прослушивания прямо сразу на конкурс. Вот, к Юрию Вениаминовичу Шлыкову. Отучился у него год, потом у нас появились такие разногласия с мастером. Ну, там еще сыграла очень важную роль, чтобы было три героя. Вот, мой там был Арманд Снейленс, мой однокурсник, Леша Завьялов, кстати, которые и тот, и другой погибли в результате. И понятно, что кому-то одному точно нужно будет покинуть курс, потому что, ну, столько ролей на героев, столько спектаклей дипломных не поставить. Ну, и так получилось, что меня как бы отчислили, точнее, скажем так, не то чтобы отчислили, меня Эт уж вызвал к себе после разговора с мастером, сказал, говорит, надо тебе переводиться, отчислить я тебя не могу, потому что, ну, я приехал уже дипломированным актером, у меня уже был диплом театрального училища в Днепропетровске. Я даже уже категорию успел получить, вот, актерскую. Поэтому, он говорит, переводись. Или, говорит, поступай куда-то заново. Отчислить тебя я не могу, ну, как я отчислю профессионального актера, ну, да, я был недолго в поиске, я поехал просто в ГИТИС, у меня там знакомый учился, я к нему подошел к Хефицу, он говорит, Юра, все, говорит, мне, ну, я вижу, хороший, все, четко, мне, говорит, тебя даже слушать не надо, у меня, говорит, есть герой на курсе. Ну, я уже думал, куда дальше соваться, и тут выходит Марк Антольевич, человек-легенда, которого я просто, ну, боготворил, и он проходит мимо меня, я за ним, вот. Ну, и у нас состоялась такая сцена в туалете смешная, вот, одним словом, я попросился меня послушать, он на меня посмотрел, ну, видимо, оценил мою наглость, как бы, находчивость и сноровку, вот, потому что действительно была необычайная ситуация, знаете, когда два мужчины стоят у писсуара, и вот этот разговор происходит такой, знаете. Марк Антольевич, послушайте меня, или что вы сказали? Ну, нет, мы просто, я стоял, я вообще был в ужасе, на самом деле, ну, то есть, я его когда увидел, у меня уже сердце из груди вылетало, понимаете, а тут мы стоим два человека, как бы, да, в туалете, делом занимаемся, что называется, каждый своим, и тут я понимаю, что лучшего момента не будет, и я говорю, Марк Антольевич, вот я хочу к вам на курс, на что он так, как-то, вот так-то меня посмотрел, мне стыдно, ужасно, невозможно просто, я думаю, вот, или сейчас, как бы, все получится, или все, или прям, ну, вот, вообще, никогда больше. Он говорит, ну, сейчас, сейчас, вот, пошли, пошли в аудиторию, как раз сидел курс весь у них, это весна была, они все готовились к, уже, ну, как бы, у них второй курс был, я-то первый закончил, а у них второй был, они режиссерский курс, у них уже были там какие-то отрывки там и так далее, ну, вот, и он говорит, ну, вот здесь, как вас, кстати, зовут? Я говорю, у меня, говорю, Юра как Гагарин, он говорит, ну, понятно, он говорит, хорошо, говорит, давайте, Юра как Гагарин, вот, в полет, вот, сцена, показывайте. И я вышел, и, честно говоря, вот, за секунду принял решение, что я буду читать, прочитал я ему монолог «Пилигрима» из пьесы Макса Фриша, вот, «Санта Круз». Это был мой дипломный спектакль в Непропетровском училище, я там был звездой этого вообще, то есть, вот, училище этого спектакля и так далее. Вот, поэтому я зашел с козырей, с того, что очень хорошо знал, и я вот на волнении, на ситуации, я монолог так прочитал, что, когда закрыл глаза, я понял, что гробовая тишина, просто люди не дышат, и я понимаю, что, ну, так я его... Никогда не читал. У меня там спектаклей там было с полсотни, потому что мы его с третьего курса играли практически каждые выходные, у нас был учебный театр, и это был просто топовый спектакль, но я понимаю, что я так никогда не читал этот монолог, ну, Марк Леш такой, ну, хорошо, ну, присядьте, подождите, ну, они там дальше свои там организационные какие-то вопросы решали там с режиссерами, что-то там рассказывал, я не дышал все это время, сидел в углу в аудитории, и он говорит, ну, все, давайте, ребят, расходимся, я из темного угла, говорю, Марк Анатольевич, а мне, а мне, говорю, что вот типа делать, он так на меня посмотрел, говорит, ну, я, говорит, вас жду первого сентября, и это слова, которые изменили мою жизнь, потому что вот, ну, то есть у меня было или все, или ничего, ну, да, я так бежал, я не знаю, знаете, вот есть люди, которые от счастья танцуют или поют, да, как бы выплеск эмоций. Вы же спортом занимались? Да, я так побежал, я пробежал практически весь, весь новый Арбат на такой скорости, что просто я догнал, я догнал троллейбус, обогнал его и ждал троллейбус, который идет к станции метро Баррикадная, вот, хотя я понимаю, что я мог бы добежать на метро Баррикадная, но я вот просто вот на троллейбус зашел, водитель говорит, ну, ты, говорит, ракета, я такого не видел никогда, вот, и да, и я приехал 1 сентября, вот, и Марк Анатольевич, и практически сразу начал работать в линкоме, ну, то есть студенты Марка Анатольевича работали в линкоме, у них в Москве. А я правильно считала, что в ГИТИСе, как гражданин Украины, вы должны были платить за обучение, но тогда Марк Анатольевич сказал, что у меня все учатся бесплатно, и Батурин не будет исключения. Да, я не был гражданином Украины, я вообще приехал в Россию, в Москву, я приехал просто с советским паспортом. А, с советским. То есть у меня даже, знаете, там, когда вот началось все это, там ставили на развороте, ну, на первой, как бы, корочке паспорта, значит, ставили просто такую, знаете, синюю печать, там, типа, там, громадядын Украины, такой трезуб там был и так далее. Я не дал, я не дал, потому что я понимал, что я точно в Украине не хочу оставаться, вот, и я приехал просто с советским паспортом. Ну, из-за того, что я приехал, как бы, ну, понятно, с Украины, да, то есть понятно, что мне хотели, ну, типа, у нас, типа, платное образование, на что Марк Антольевич сказал, у меня на курсе все учатся бесплатно. И руководство ГИТИСа, ну, пошло навстречу мастеру, вот, и я учился бесплатно, действительно. И мне общежитие дали, все, у меня прям, у меня вообще ГИТИСу никаких вообще, то есть это одни из самых счастливых лет, наверное, вот таких вот, скажем, моих, до того, как я начал реализовываться как актер, ГИТИС, конечно, в этом плане, очень хорошее руководство, ректор был, и прям, очень по-человечески относились. Времена были тяжелые, потому что 93-й, 94-й, 95-й, времена были тяжелые. И, конечно, руководство ГИТИСа, вот, это прямо сейчас вот им такой большой респект, спустя годы, оно прилагало много усилий. У нас очень столовая дешевая была, у нас можно было брать в долг, там, ну, покушать, потому что, ну, все прекрасно понимали, что прям совсем катастрофа. Ну, страна погибала практически на то время, вот, и руководство ГИТИСа прям, ну, они берегли нас как могли, вот, актеров. У нас потом и в общежитии даже кафешку открыли, потому что я на допоздна работал, потому что мы возвращались там, старший курс, особенно возвращались там после репетиции, после прогонов, мастерства. И реально, ну, просто жрать было нечего, в прямом смысле слова, то есть как-то вот. И там была какая-то кафешечка, там какие-то там дешевые там булки, там какие-то там сосиски, там какой-то кефирчик, что-то вот такое там можно было съесть. Вот. Потому что, ну, прям совсем плохо все было. Несмотря на симпатии Марка Анатольевича Захарова, в Ленком вас тогда не взяли, он уехал на операцию. Да, он на операцию уехал, да. Аминистрация театрового мамы доказала, вы обиделись, ушли с кофе сей на 10 лет. Ну, я тоже психанул, да, я психанул, я психанул, как бы, да, потому что Марк Анатольевич уехал, делали операцию, которая сейчас делается там полчаса, а тогда это делалось на открытом сердце, тогда это была реабилитация, Марк Анатольевич уже был довольно-таки, скажем, пожилым человеком, были осложнения. Они пожалели, что не дождались, может быть, еще раз поговорили, ведь целых 10 лет потеряны. Слушайте, по молодости же мы, как бы, совершаем какие-то поступки, принимаем какие-то решения, за которые потом, спустя время, наверное, да, там расплачиваемся или просто жалеем. Вот. Но в любом случае, понимаете, вот я был очень благодарен Шлыкову Юрию Вениаминовичу, потому что, если бы у меня, допустим, не произошел тот конфликт и условно он бы меня не отчислил, да, я бы не попал к Марку Анатольевичу Захарову. Да, вот. То, что меня не взяли в линком, это тоже повлияло на то, что я ушел там, грубо говоря, там, как там Горьковский, там, Алеша Пешком. Были барменом, издателем, дальнобойщиком. Да, я ушел в люди, понимаете, я побыл там дальнобойщиком и барменом, и консультантом там по искусству, и страховым агентом, и у меня был свой бизнес с близким другом. Все по классике произошло, и с близким другом деньги там начали делить, там, не поделили, я просто принял тяжелое решение, забрал там свою дуру из бизнеса и ушел, а бизнес дальше существовал и так далее. Это все вот тот жизненный путь, когда я понимаю, что все было неспроста. Тогда это казалось катастрофой, тогда это казался ужас, потому что у меня уже семья была, я был уже джунак. Ну, кстати, если бы вы не ушли, я бы и не встретила свою супругу Ирину. Да, цепь событий, которая вот произошла в жизни, которая мне в тот момент казалась катастрофой и ужасом, вот, она в результате привела меня к тому, чем я сейчас являюсь, понимаете, поэтому я не жалею о том, что так произошло. Тогда это были слезы, разочарования, я сказал, что больше никогда, все и так далее, вот. Потом, видите, все равно вернулся, вернулся в профессию, как говорится, само потянуло, были какие-то знаки свыше, вот, и в результате… Ну, в профессию вы вернулись вообще в возрасте Христа в 33 года, да? Да, в 33 года, да. Вам тогда предложили за рекламу 500 долларов и поняли, как здорово зарабатывать любимого дела. Да, 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 я честно, у меня тогда зарплата была, я тогда работал в издательском доме, мы выпускали журналы, там такие глянцевые, я там работал в отделе рекламы, и я, в принципе, чуть больше получал за месяц, а то я получил за один день, и я так… Опа-на! Я говорю, понял. Пошел туда, куда направляешься. Да, и начал пробивать, да, и начал. Ну, у меня достаточно легко все получилось, кстати, потому что я приходил, на меня смотрел, я как-то вот, я как-то всегда там был в форме, там, следил за собой. Где-то, видимо, в подсознании я понимал, что мне придется вернуться, и нужно быть готовым, да? То есть я там не спился, там, не разжирел, там, да, потому что, ну, как-то так, вот. Я всегда себя держал в форме и так далее. Но это тоже еще женщина влияет, у меня жена красотка, понимаете? И мне всегда хотелось, ну, чтобы ей, как говорили, ну, быть под стать, вот. Поэтому она в том числе тоже приложила свою, как бы, да, то есть своим влиянием оказала на меня, как бы, такое воздействие, что я всегда там был, там… Она у вас была моделью, да? Да. И обычно все начинается с чашечки кофе, а у вас началось со стакана апельсинового сока, который она разлила на бильярдный стол. Разлила, да. Она сама пришла, призналась, дала мне номер телефона, сказала, говорит, если нужно там поменять сукно, там, я, говорит, просто понимаю все, я-то играю в бильярд тоже… Ну, тогда заплатил. Я решил вопрос, потому что я был барменом в ресторане, где стояли эти столы, ну, в смысле, там была отдельная бильярдная. Я там за всем ухаживал, и, естественно, люди, которые обслуживали эти бильярдные столы, тогда были такие жетончики, вставляешь так, нажимаешь, и шарики высыпаются. Вот я эти жетончики продавал, я эти жетончики под роспись получал от них, они от меня деньги получали и так далее. Я, естественно, как бармен, вот, я всегда мог им налить там одну, там, вторую кружечку пива, туборг хорошего, вот. И мы с ними были в прекрасных отношениях, я буквально в тот же вечер позвонил, говорю, мужики, ну вот такая проблема, они говорят, нормально, Юра, все сделаем, как раз, говорит, по срокам надо, говорит, его обслуживать. Они пришли, все перетянули сукно, вот, ну, как, я проставился, конечно, по полной программе, но в результате, в результате позвонил потом уже своей жене. Вы пригласили на свидание, я, конечно, понимаю, что мужчины импульсивные, но вы сделали предложение на третий день. На третий день. Как вы поняли, что это именно она? Не знаю, как-то вот оно прорубило. Щелкнуло, да? Прорубило, понимаете, меня. Просто я понял, что, что думаю, вот, вот это королева. Думаю, надо воровать, потому что, ну, как бы, я понимал, что если я там начну там развозить, там, сопли размазывать, да, по столу, вот, я понял, что я ее потеряю, вот. Ну, и был такой момент влюбленности. Я тоже понимал, что я ей нравлюсь, как бы, да, все. Был такой момент влюбленности, и в этот момент я думаю, все. Вот, и предъявил предложение, вот, и она, как бы, ну, согласилась. Мы часто очень задаем друг другу вопросы. Она такая мне, что это за тебя замуж-то вышло? Да, я говорю, ну, просто говорю, я такой, говорю, был. Это, я говорю, что был, такой и есть. Вот, ну, мы тогда, мы вспоминаем это все очень смешно. Сейчас уже 27 лет в браке, уже 28 будет почти. Вот, поэтому мы иногда так вспоминаем. А нам есть много, что вспомнить, да, и просто посмеяться. Вот, поэтому мы так друг друга, знаете, это у нас такой семейный юмор. Вот, она говорит, такая дура была. Я говорю, да не говори, говорю, вот именно поэтому и попалась. Вот Так что да, вот Ну она на самом деле много на меня очень влияния оказывает Я к ней прислушиваюсь, она достаточно умная женщина Большая редкость, когда красивая и умная женщина Обычно практика показывает, что Либо одно, либо другое Вот, поэтому я ее как бы вот сразу В охапку и в ЗАГС Да и все, и в ЗАГС Но при этом вы как-то шутили, что если вы думаете, что я не хотел Убить Ирину за 26 лет Слушайте, нормально, нет, да, послушайте На фоне чего вообще можете поссориться Потому что мне кажется, вы там два льва У вас такое совпадение Вот именно потому что два льва у нас, да Мы можем по любому поводу, как говорится, это Но я понял так одно, что мы в процессе Семейной жизни поделили, как говорится Королевство, она отвечает за дом Я отвечаю за работу И каждый из нас не лезет туда, куда не надо Если спросить Посоветоваться Или предложить То все равно окончательное решение Что касается дома, как бы там, семьи, ребенка Это понятно, что решение всегда последнее слово за ней А что касается там моей работы, скажем там, денег каких-то и так далее То здесь последнее слово за мной Вот И как-то вот, ну, уже попритерлись А так понятно, что как у любых людей У нас там были и скандалы, и ссоры, и хлопания дверями и так далее Мы импульсивные оба человека Вот Поэтому всякое в жизни было Знаете, как говорится Сукружеская жизнь Это тоже достаточно серьезное испытание Вот Но Это испытание стоит терпеть Идти на компромисс Уступать Вот Находить, понимать И находить точки, как говорится Соприкосновения И выход из сложных ситуаций Потому что семья все равно стоит того Чтобы ее сохранить Вы играете в спектакле Сейчас «Идеальный муж» С Натальей Антоновой Себя таковым могли бы сейчас назвать? Я стараюсь Я стараюсь, да Наташка Антонова Мы же знаем друг друга очень давно Я ее знаю с 93-го года Вот Я Когда она только вообще поступила еще И у нас с ней много очень совместных проектов было Вот И Мы кинопара считаемся То есть В индустрии Есть такое Знаете, говорится Нам нужна какая-то кинопара Ну кого? Ну вот Там Вот Батурин там и Антонова Уже сложившиеся Да, мы сложившиеся Мы хорошо знаем друг друга Мы очень хорошо подходим друг к другу В кадре, все и так далее Вот у меня вторая кинопара Это Ольга Павловец Да Вот Еще Оля Павловец Вот у меня вот как бы Есть пожизненно, как говорится Две кино-жены По большому счету А вот с Наташей Антоновой В театре комедии на Достоевской Мы играем спектакль Оскар Уальда Идеальный муж Вот И я с ней играю тоже мужа и жену Вот Там очень легко все удается Потому что мы как-то Мы знаем друг друга сто лет Как я сказал Как я обычно шучу В таких случаях Я говорю Слушай, мы так давно друг друга знаем Что у нас могли бы быть взрослые дети Я думал, что я не вернусь на самом деле в театр То есть у меня как-то было такое Я думал, что все кино-кино Знаете, такой осадочек Но у вас столько было кино Что, видимо, захотелось в театре Слушайте, я на самом деле, правда Я очень люблю сниматься в кино Для меня это Я вообще хотел всегда быть Но сейчас мне жизнь посылает театр Я Если я раньше отбрыкивался как-то от этого Да, то есть Ну так Наверное, срабатывает какой-то осадочек После Линкома Что вот не взяли в Линком Очень хотел Второй Абдулов Там ходили Видимо, где-то в подсознании психологически Какая-то вот обида на театр Все равно осталась Да Я изо всех сил отбрыкивался от театра А тут это свыше меня ведет И я уже как бы Став взрослее и мудрее в чем-то Да Я понимаю, что Ну, что не стоит сопротивляться Надо просто попробовать и понять Твое это или нет И меня сейчас в театре прям Ну вот Я кайфую, понимаете То есть у меня такой ренессанс Если я раньше как бы снимался в кино И кайфовал, да И потом все равно 120 там с плюсом сериалов Это все равно как бы Есть такой момент Ты начинаешь терять какой-то там вкус Ну, приедается всегда Да, подгораешь где-то внутренне Потому что ну там Редко там Какие-то там роли такие Прямо Которые прям Вау Что прямо тебя Аж как-то аж до трясучки Прямо, да Вот обычно Делаешь хорошо свою работу Да, какой-то определенный один Скажем Диапазон Вот Да А тут как бы Я сейчас вышел в театр Слушайте, я то забытое чувство Когда я был студентом И вот это, знаете, за кулисами Мандраж Мандраж Вы поверите? У меня мандраж за кулисами Вот уже все Спектакль начался Мне сейчас через минуту Выходить на сцену А у меня страх Я ничего не помню Я ничего не помню Что я говорю? Что я говорю? Хотя спектакль уже сыграл Уже там Достаточно много Уже спектаклей сыграл И у меня вот этот вот мандраж легкий И ты вот как бы через силу делаешь Вот этот вот шаг Знаете И вот раз вышел И все Это как из самолета Понимаете Вот выпрыгиваешь там Да, там сопротивляешься Нет, нет Паника, паника А потом бум Чувство полета И все И ты летишь И ты текст знаешь Из-за сцены знаешь На какие-то там Скажем Шутки там Скажем Мы дурачимся тоже на сцене Актерам У нас там есть такие Экспромтики Мы подкидываем друг к другу Мы любим подколоть Друг друга Это не всегда заметно Как бы зрителям Но мы-то Вот дайте на сцене Типа Ну ладно Хорошо Я тебе сейчас там Тоже устрою И вот это вот дурачество такое Потому что Это бодрит Это нас включает У нас глаз горит Как бы Вот И я просто Я получаю удовольствие У меня достаточно много спектаклей Сейчас Так много спектаклей Что я даже С ужасом думаю Так стоп А если съемки Что я буду делать То есть вот До такого доходит И я прямо вот кайфую И знаете С антерпризами Я начал ездить по стране Я начал Я страну начал видеть Я начал видеть Как жизнь поменялась В 90-х Я столько всего прекрасного вижу Столько всего интересного Вот И учитывая Что я когда-то работал Там дальнобойщиком Да Мне вообще Я вообще люблю находиться в дороге Мне нужно куда-то ехать В движении И сейчас Благодаря антерпризам Я очень много Вообще по стране езжу Вот Я прям тоже кайфую То есть Театры Публика Зритель Уже ты его слышишь Уже ты его понимаешь Как бы Ну то есть Это такая Знаете Это обратная сторона Творческая Творческая Как бы Жизни Которую я От которой я Очень долго Отказывался И сейчас Я прямо Сполна Черпаю С таким огромным Удовольствием Это все Знаете Это приятная усталость Когда ты после спектакля Выходишь Раздеваешься Рубашка мокрая Там вообще Там сил нет Ты такой Думаешь Какой же все-таки Кайф Что ты устал Устал от той работы Которая тебе нравится Это прям вот Непередаваемое ощущение Вы сами отметили Что у вас Больше 120 фильмов И вы как-то Сами признавали Что 80% Моих картин Среднего качества И фильмы выходного дня Да А почему не складывается С авторским кино Почему не предложите себя Например тому же Михалкову Как когда-то Захарову Ну не хочу Почему Ну потому что Во-первых Михалков По большому счету Сам уже ничего не снимает Практически Да Он уже Находится В той стадии Когда он уже Ну такой признанный мэтр Что ему уже не надо Ничего доказывать Что-то снимать Если он захочет Что-то снять Да Это другой вопрос Но если бы он снимал Каждый год Я бы наверное попытался Да так сказать Предложить свое Но часто же у нас Как в индустрии У нас решение Это принимает Несколько режиссеры Сколько принимают Те кто За это платит деньги Кто будет играть Какую роль Там это Или канал Например Если он с заказчиком Выступает Я сериальный актер Я этого абсолютно Не стыжусь Как бы для меня Это Я наоборот Этим горжусь Потому что сериал Посмотрит 50 миллионов Понимаете На какой-нибудь полный метр Посмотрит там Миллиона 2-3 Ну 4-5 Понимаете А меня смотрит Аудитория в основном Женская Которая самая благодарная Поэтому я просто понимаю Плюсы Плюсы сериала В котором я снимаюсь Что касается средней Ну да Средней просто Потому что Ну это какие-то Такие простые Жизненные истории Вот И как правило Да Сериалы выходного дня Когда вот там Всех там уложили спать Там просто И там остается Там пару часов для себя Ну там включить сериал Приятные актеры Какая-то жизненная ситуация Узнаваемая И так далее Я об этом говорю Что вот как бы И да Я стараюсь просто Сделать хорошо свою работу Ну чтобы знаете По принципу даже Ну сериал плохой А вот Батурин там Как бы ну вот Вот спас Я всегда себе Такую установку Что бы ни происходило Вокруг Какой бы ни был материал Как бы тяжело Не было снимать Я стараюсь сделать все Чтобы ну Ну на крайний случай На крайний случай Чтобы сказали Ну сериал так себе Ну Батурин молодец Это вот мой внутренний Как бы внутренний настрой На работу Поэтому да Сериалов как правило Много таких Скажем Ну обычных Средних Там да Вот таких Много сериалов Просто на всех каналах Вот как бы включишь Да Они идут Ну вот Но есть какие-то там сериалы От которых ты там Кайфанул Там роли Там ты У меня есть такое А если бы случилось чудо Конечно в нынешних реалиях Это почти невозможно Позвонили бы из Голливуда Позвали бы сниматься туда Отказали бы Спилбергу и Тарантино Или поехали Сейчас Спилбергу и Тарантино Не отказал А так то в принципе Никогда Голливудом не бредил Ну кого я там сыграю Плохого Очередного плохого русского Ну зачем Не хочу Правда Нет Может быть просто В качестве опыта Посмотреть как там Но теперь это я в принципе Уже прекрасно понимаю Как там Как везде Так и там Абсолютно То есть Может быть там Технологически Там в качестве Скажем Какого-то сервиса За кадром Чуть получше Побогаче Но технология же Одинаковая абсолютно А вот у Спилберга Снялся даже плохим русским У Тарантино бы С удовольствием Снялся Это один из моих Любимых американских режиссеров Вот да Вот так вот А так вот Что прямо Я всегда улыбаюсь Когда вы знаете Молодые В Голливуд В Голливуд И так далее Я всегда Так Лучше сняться Лучше сняться В хорошем нашем Отечественном фильме Типа как у того же Михалкова И поехать Чтобы он получил Оскар Или пальмовую Каннскую ветвь Или берлинского Медведя Чем сыграть в массовке В Голливуде Да Потому что Правда Не вижу Не понимал И не видел смысла Знаете как говорится Я лучше в своей стране Буду звездой Допустим Номер один Чем непонятно Кем в Голливуде Вот и все Такая философия В том году Юлия Навальная Была на Оскаре И вы тогда Очень жестко по ней Прошлись Да Сказали что Мадам Навальная На Оскаре Выглядел дороже Чем большинство Голливудских звезд Это же так и было Баба выглядит Когда все у нее Отличненько Дети пристроены Секс регулярный И Леша Ты Башара Я в чем-то Я в чем-то вообще ошибся Как бы там ни было У тебя мужик в тюрьме гниет Я сейчас не говорю За что его посадили И так далее Мы сейчас Ни это не трогаем Но слушайте Ты же русская женщина У тебя муж в тюрьме А ты по Голливудам шляешься По мне так это конечно было Мне просто стало Навального жалко Вот чем дело Ну не было на тот момент У нее на лице Там даже намека На то что у нее Муж в тюрьме гниет Понимаете Она сияла Просто от счастья Меня это задело Меня это как мужика задело Понимаете Я знаю что моя жена Точно так не поступила Она бы где-нибудь Рядом с тюрьмой Жила бы в какой-нибудь Избушке Понимаете И передачки Мне бы носила Вот если бы она Это сделала Тогда бы это заслуживало Уважения Возможно тогда бы Она стала бы Действительно настоящим Лидером так называемой Оппозиции А я посмотрел Я понял что Лешу предали все Навального Вот Я не был никогда Его поклонниками Не буду У меня он абсолютно Параллельно вообще В этом В своих там взглядах И убеждениях Я помню Я его видел на У нас просто Ну там в Марьино Проходили русские марши Вот И я помню Как Алексей Навальный Я его тогда В первый раз Усказал Кто такой Так громко кричит Как-то так Прямо это Вот Потому что я там рядом Как говорится Проходил Вот Ну он же Извините Был на русских маршах И такие речи задвигал Что ой-ой-ой Как бы Что да Ну там Порядочные люди Так краснеть должны были Просто потому что Здесь находятся сейчас И слышат это Вот И так далее Так что да Я прошелся по ней Не собираюсь извиняться Потому что как правило Вот сейчас ситуация Жизнь показывает Что я оказался прав Не огорошила вас его смерть Мне кажется Все немножко Выпали в осадок Ну как огорошила Конечно Потому что она произошла Как-то прям Совсем не вовремя Ну то есть Если вот я как человек Актер Да У меня же там тоже Там в своей Мое кино Мое кино в голове Я понимаю Что она произошла Ну точнее скажем так Понятно что кому-то Это было выгодно Но кому-то было точно Не выгодно Чтобы эта смерть Произошла сейчас Там как-то все Очень мутно Возможно Это случайность Проведения Ну просто вот так Случилось Ну мне кажется Что там все-таки Как-то какая-то Такая мутная история Ну это такая Конспирология Я не хочу в нее Как бы вникать Ну произошло Произошло Умер Пускай теперь отвечает Перед Господом Богом За то что За то как жил Для меня эта страница Перевернута Закрыта Ну и все То есть я по этому поводу Абсолютно вообще Никак не Смотрела ваше интервью Как раз на канале ТВ-центр Вы там говорили Что ваше детство Это сказка Как раз зрелость Это Нет юность Это детектив А зрелость Комедия А вот сейчас После начала СВО Не поменялось Восприятие Не превратилась Жизнь Из комедии Ну так черная Комедия может быть Тоже в том числе Понимаете Комедия как жанр Это же достаточно широкая Но что касается Если мы не берем Допустим Ну в смысле Я беру просто Свою жизнь Как бы Моя жизнь Она в любом случае Ну как бы Скажем так Если ее вот просто Отделить От всего этого Да То понятно Что с возрастом Я стал относиться Очень Как бы скажем так Проще Ироничнее Саркастичнее Где-то К тому что Происходит лично Со мной Не с окружающими Не со страной Не с народом А вот лично Со мной У меня бывают Такие ситуации Когда я сам Над собой Смеюсь Думаю Сам себя Где-то там Скажем так С ухмылкой Ругаю И так далее И это все Действительно Так сказать Немножко Такая комедия Что касается Происходящего Вокруг Как бы В самой стране И так далее Ну понятно Что трагедия Любая война Это трагедия Как бы ты там Ну там Не был бы там Под патриот Ты не патриот Война Это всегда плохо Всегда лучше Когда нет войны Чем когда она есть Но когда война Случается Ты должен выбирать Сторону За кого Потому что Те кто Те кто в нейтралитете Как говорится Их уничтожают первыми И те и другие Вот А победить Как бы должна Одна из сторон И я просто понимаю Что если проиграет Наша сторона То нам всем конец Моему сыну Ребенку Супруге И вообще Конец будет всему Что я люблю Конец будет всему Даже тому Что я ненавижу Потому что Это тоже часть моей жизни Это мои впечатления Это то Что меня Ну там скажем Как-то Заставляет реагировать То что мне не нравится Вот Но самое главное Что будет конец всему Что я люблю Я не хочу Я не хочу Я буду за свою страну За свой дом За свою семью В первую очередь Я буду драться До последнего Поэтому нужно Когда такие вещи происходят Вот Нужно четко выбирать Сторону И определяться Я выбрал Я определился Я просто знаю Что было на Украине Потому что я сам оттуда Понимаете Все вот эти 30 лет Когда Украина была независимым Пыталась быть Независимым государством Она в результате никогда не была Даже после выхода Из Советского Союза Она всегда была зависима Вот Или от России Или от Запада И она колебалась И я знаю Что Украина Все 30 лет Тихонечко Улыбаясь Пятилась от России В сторону Запада Это было видно Очевидно Совершенно Там переписывали Учебники Историю Естественно Да Там становились Другие герои Да нет Понимаете Даже если у тебя Понимаете Это как бы В каком-то смысле Это нормальный процесс Когда появилось государство Да Его история Ну как бы Должна отличаться Там чем-то Да Зачем вы лезли Как бы Ну вот Нарожен с Россией Ну то есть Зачем вы портили отношения Не было причин Обиды По большому-то счету Да Даже те страшные вещи Которые происходили В Советском Союзе Это всех касалось Не только вас Но они почему-то Какие-то вещи Знаете Подняли Вот Из глубин Какой-то Вот достали Вот это Я говорю Так подожди Да Ну Я просто знаю Как эти голодоморы Проходили У меня дед их два пережил Мой дедушка родной Один и второй пережили Они мне рассказывали Да не было там никаких русских Зерно отбирали Там и так далее Вот Ну грубо говоря Сосед у соседа Понимаете Ну Это говорю Касалось всех Это не только касалось Украины Это касалось Всех Это была Беда всего Советского народа Зачем вы Вот это Ну Понимаете Большая глупость Всех вот этих Как бы Новых государств Пытаться Ити на конфликт С Россией Россия Россия такая страна Что Знаете У нее У нее судьба Предназначение Быть империей А С империей Надо Или по-хорошему Если ты хочешь Как бы иметь свое государство Надо дружить с империей Если ты не дружишь с империей Ты или исчезаешь Или становишься Частью этой империи Это вот в истории Не только российской империи Это в истории Вообще сквозит Всех Великих империй Вот Но когда Советский Союз Рухнул Глупые люди подумали Что все Да А нет Россию Бог любит И она возрождается И вся ее история Вот я как человек Так скажем Ну поверхностно наверное Да Не на академическом уровне Я увлекаюсь И я вижу Я понимаю Что в истории России Есть вот эти спады И так далее И самое удивительное После каждого спада Россия становилась Еще больше Еще сильнее Сильнее да Больше никто Больше никто Так не возрождается Понимаете Вот удивительная вещь Ну уже такая земля у нас Люди такие Но для кого-то это слово Для вас это стало Еще и такой гражданской войной Потому что у вас там Остались родные Папа, брат И вы для них сейчас враг Осталась семья Вы не общаетесь Я так понимаю Да не общаемся Скажем так Не общаемся Просто как бы Это с их стороны Но я понимаю Почему Потому что Ну там Там очень много Неадекватных людей Которые могут Просто из-за моей позиции Просто как-то Отыграться на моих Родных и близких Но в украинских Пабликах Я вообще нашла Какие-то чудовищные новости Что мама прокляла Как вы вообще Все это переживаете Как вы с этим Споминаетесь Да нормально я это переживаю И это правда Или это то что Понимаете в чем дело Утрируют и начинают Просто В том что произошло Это испытание Испытание как бы вообще Не только для там России, Украины И для всего мира То что произошло Это испытание Для каждого человека Что на Украине Да Что здесь В России Вот И каждый должен Это испытание пройти И сделать для себя Правильные выводы Для меня Для меня По большому счету Ничего не изменилось Как я любил своих родителей И своих братьев Так я их люблю Я понимаю Что процесс Еще они переживают Они переживают Процесс Какой-то внутренней Трансформации А потом Вы понимаете Еще такой Очень важный момент Я Я взрослый человек Я У меня уже Самого дети У меня Своя жизнь Да То есть Я свой выбор Сделал Осознанно Выбор Я свой сделал В том числе Потому что И родители Заложили в меня Какие-то ценности Отношения Чему-то И так далее Ценности Как бы Основные Базовые Закладываются Кем Папа Мама Дедушка Бабушка Да Вот они У меня Эти ценности Заложили И вот эти Ценности Сейчас В критической Ситуации Сработали Таким образом Так получается Они ошиблись Закладывая В меня Вот то Что в результате Я как бы Принял Какое-то Определенное решение А шанс вообще на примирение Какой-то Может быть Война закончится Там посмотрим Только тогда Я еще раз говорю У меня с ними конфликта нету Еще раз говорю У них с вами Это у них со мной конфликт Понимаете Но я прекрасно себе Отдаю отчет В том что Они находятся В обстоятельствах Меня здесь В России За то что я Там скажем Условно украинец Да Хотя я про себя говорю Что я русский Украинского происхождения Да У вас там по-моему Даже цыганские Еще корни Там что-то такое есть Но суть заключается в том Что у меня Как у человека Который родился на Украине Которого там Можно условно назвать Украинцев У меня здесь В России проблем нету И даже бы Если бы я не высказывал Свою позицию А просто как большинство Собственно говоря Просто занимался бы Своим делом И говорил бы Ой вы знаете Я не интересуюсь политикой У меня бы все равно Проблем бы никаких Не было в России А вот у них Из-за того что у них Сын в России Имеет такую позицию Которая им не нравится Может очень серьезно Отразиться На моих родителях Так спрашивается А где тогда правда? А где тогда правда? Где справедливость тогда? Ну правду Наверное никто не найдет Вопрос Есть ли какой-то шанс Это вообще как-то Все закончится? Да конечно есть Слушайте Пока все живы Есть всегда шанс Исправить Даже за день до смерти Не поздно начать новую жизнь Вот и все Я абсолютно в этом Как бы уверен Все закончится Дай Бог Все будут живы Встретимся Поговорим Ну выпарит меня может батя Потому что большой Чтобы вас выпарывать Нет Если батя возьмет Плетку И будет пороть И я даже не дернусь Нет Я ни в коем случае Меня так воспитали Если родители Меня бабушка Я был взрослый У меня бабушка маленькая такая была Она меня наказывала Знаете как она говорила Юрка Бисова душа Ну и бис сюда Я подходил Она мне по грудь Вот так вот Вот просто Она брала такую маленькую табуреточку Становилась И меня по морде Бам Вот так нежно Любя У нее такая ладошка Такая мягенькая Знаете Я стою смеюсь Ах ты паразит Ты вот это Вот то все Меня Я стоял У нас так не принято Даже руку поднять Я не смогу Даже если меня будут бить Ну то есть я могу Там я там в детстве Там попу прикрывал Когда мама меня там Веником Или протупеет Там отцовской била Но так-то нет Ни в коем случае Я воспитан так Если батя бьет Даже как говорится Я уже взрослый Ну слушайте У меня уже сам отец Вот если батя будет Бить Я буду стоять терпеть Но руку не подниму И не убегу Не остановлю Ни в коем случае нельзя У нас так не принято В семье Как-то сказали Я хочу изменить Жизнь миллионов И после этого Пошли в политику А сейчас вы состоите В партии Единая Россия Многие эту партию Недолюбливают Да какая разница Как партия называется Важно же собственно говоря Чего ты хочешь добиться Да Потому что Ну быть вне партии Да Можно наверное Но я использую В том числе ресурс Который партия предоставляет Вот А чего вы хотите добиться Я хочу чтобы После моей смерти Мои дети Многие правнуки Жили в нормальной Хорошей Адекватной Правильной Законопослушной Стране Стране где будет Самая сильная армия Где будет сильная экономика Где Знаете как это Чтобы Я хочу умирать С легким сердцем Зная что У моих детей Будет все хорошо И я думаю Что это желание Любого наверное Нормального человека Гражданина этой страны Сделать все Сделать все Не просто для своих детей Чтобы у них были Квартиры, машины, деньги А чтобы вот это вот Все было А при этом еще и вокруг У всех все было хорошо Понимаете Как говорится Если мне будет хорошо Я тебя так довезу Что тебе тоже будет хорошо Помните классику Да Вот И я просто понял Что если я могу Это сделать Благодаря там Своим там Зрителям Своим поклонникам Да Которые меня знают Уважают Любят И я могу обратиться К ним не просто Как актер А просто еще Как человек И какие-то обычные Человеческие вопросы Обсудить Может быть я тоже Ошибаюсь Мне же потом пишут Как бы Я же читаю все это Да У нас есть такой Скажем Заочный такой Есть диалог Вот Я какие-то Если темы поднимаю Очень острые Которые меня беспокоят Которые там Мне нравятся Мне там иногда говорят Юрий Ну вы такие темы поднимаете Вы не боитесь Да я ничего не боюсь Мы вообще хотели Дозвониться до Путина И до его прямой линии И задать вопрос Про мигрантов Я так понимаю Что вас очень волнует Этот вопрос Да Я считаю Что это очень большая Серьезная проблема В нашей стране Которая запущена Очень серьезно Вы же понимаете Я же не где-то Там живу Там да В каких-то там Обособленных местах Там да Под охраной Там и так далее Я же вот Что-то говоря Живу вместе со своим Вроде народа Да Да Ну и как я себе Я говорю Знаете Есть понятие Там народный артист Ну вот я примерно С себя вот так вот И понимаю Что я Я народный артист Потому что я-то из народа Вот я с народом Я там в метро езжу Там я там в магазины В кафе хожу Там да Я там никогда не прячусь Там ни от кого И так далее Вот И я же вместе со своим народом Я же вижу эти проблемы Меня это беспокоит Еще раз говорю Я не против Я не против иммигрантов Я за то Чтобы в этой сфере Был четкий жесткий порядок Правильный Понимаете Потому что я вижу Как люди Которые приезжают Ко мне в страну Как они относятся К этой стране Как они относятся К этим Да К людям относятся И так далее И меня это Мне это не устраивает Мне это не нравится Я не могу понять Почему Россия пошла Путем Европовой Миграционной политики Я не понимаю Мы многоконфессиональное Государство Да Вот И у нас какие-то Есть какие-то Свои уже Мы знаете Мы за тысячелетия Уже Да Вот народа России Мы уже за тысячелетия Уже нашли точки соприкосновения И просто понимаем Что мы один народ Мы одна страна Зачем нам завозят Еще грубо говоря Со стороны Я еще понимаю Знаете Вот есть такая Видимо такой Знаете Романтизм Вот мы были в одной стране И так далее Тогда Так в одной стране Кто были Это были бабушки Дедушки Родители этих Этих ребят Которые сейчас приезжают А это уже другие люди У меня Они выросли в своей стране У них все в порядке У них же в стране Все в порядке Там у них нету Никакой-нибудь Там не знаю Войны Восстания Не знаю Каких-нибудь Эпидемий И так далее У них все в стране хорошо Но к нам-то они приезжают Почему? Да потому что у нас лучше И получается Что мы для них Кормовая база Они за насчет Как бы пытаются Свою жизнь улучшить там Но это такое Потребительское отношение К моей стране Я не хочу Все эти вот разговоры Там знания языка Культуры и так далее Да все Слушайте Это все разговоры Для идиотов на самом деле Не будут они учить Ни язык Ни культуру Они сюда не для этого приехали И это очевидно Абсолютно всем Поэтому я эту тему Очень часто трогаю А как решить Этот вопрос? То есть какие-то Более жесткие законодательства Вести в отношении мигрантов? Конечно Слушайте Есть примеры Есть прекрасные примеры В мире Как собственно говоря Если нам все время Рассказывают про то Что нам не хватает Рабочей силы Я предполагаю Что да Не хватает Судя по тому Знаете Когда нам объявляют Цифру о безработице Безработица Беспрецедентно низкая В истории там России и так далее Ну я понимаю Что это плохо Потому что у нас Нету трудовых Как бы да Резервов Для того Что бы мы могли там И нужно привлекать Рабочих Нужно Нам нужно понимать Куда мы их привлекаем Где они будут работать И после того Как они там отработали И получили Закончили контракт Они должны уехать домой А не оставаться здесь А так они получаются Я вот по своим дворникам Сужу Вот просто банальный пример Значит Как только осыпались листья Осыпались листья Осень Их становится все Меньше 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 К тому моменту Когда уже просто Повалил снег Их уже тоже нету Почему Потому что холодно Потому что листья собирать Снег расчищать Зачем им это надо Они собираются И уезжают И в результате Снег И листья У меня сгребают Там пожилые Там Русские Там женщины Там мужчины Которые там На подработку А как только Снег сошел Понимаете И вот сейчас Оно будет тепло Появляются дворники Вот эти вот Дворники появляются Которые с утра вышел Метелочкой немножко помахал Мусорка Говорится Там мусорку выгрузили И все Еще раз говорю Я не знаю Такое понятие Как это Ну не знаю Может заблюрите Или там запикаете Но хитрожопость Это в принципе Как бы Ну Никто не отменял Ну характерная черта Никто не отменял Этого Да Все хотят Больше получать Ничего не делать Вот У нас нету контрактов У нас люди Которые нанимают И завозят По большому счету Сюда мигрантов Они за них ответственность Не несут Он поработал месяц-два А потом ушел в такси Или там в доставку Вот Или еще куда-то там Да и так далее Нет У нас должно четко Быть понятие Нам нужно вот столько 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 Все Всех остальных У нас переизбыток Сейчас У нас переизбыток У нас много Много мигрантов Но не там Где они нужны Понимаете Вот в чем дело А это среда А это преступность У нас уже По большому счету Существует Уже параллельное Государство В государстве Только это государство Принадлежит иммигрантам Возглавляют его Диаспоры Так называемые Они там учат Не родной язык Не родную культуру Понимаете И не песни поют Скучая по родине Это практически Как я часто Об этом говорю Это ОПГ Организованные Преступные Группировки С национальным Четко Ярко Выраженным Характером И народ Воет И вот эта Страшная Трагедия Которая Произошла В Крокус Сити Она стала Той лакмусовой Бумажкой Которая Проявила Вообще Провал Государства Я считаю В этом вопросе Потому что Что бы мне ни говорили Кто бы там не нанял Кто бы там не стоял Заказчиком Но нашли они Исполнители Именно где В иммиграционной Среде Так что у нас С иммиграцией Полная проблема Ее нужно решать И народ Реально воет У нас уже есть Анклавы Которые даже Полиция не заезжает Или заезжает Только за тем Чтобы получить Какую-то там Благодарность От уважаемых людей И не совать нос Куда не надо Это есть Об этом бояться Просто говорить Как только начинаешь Трогать национальную Эту иммиграционную тему У нас чиновники Почему-то начинают Глаза опускать в пол Говорит Ну не надо Зачем вы вот это Нагнетаете И так далее Надо Надо Потому что Это проблема И вот сейчас Первые, как говорится Цветочки нашей Иммиграционной политики Они вот По весне В виде Трагедии В Крокус-Сити Проявились И это только Может быть началом Потому что Ситуация так запущена Такие корни Это все пустило здесь Что мы даже Себе не представляем Вот и все Меня это беспокоит Потому что я понимаю Что это напрямую Связано с безопасностью Моей Моего окружения Моего ребенка Моих детей В будущем И так далее Такое ощущение Что специально Хотят Знаете как это Разбавить национальности Разбавить Чтобы они стали Просто Некой непонятной Массой Такой Ну кто Ну видно Что это везде Глобально происходит Это глобально Во всем мире происходит Я не понимаю Почему мы на это ведемся Почему мы на это повелись Я еще раз говорю Я не понимаю Почему Проблем Мы избрали Избрали Вот как бы Путь Европы Мы же видим сейчас Нам же с телевизора Показывают Как все плохо В Европе Потому что там Иммигранты И так далее Так у нас же То же самое Ну мы просто Вот что-нибудь там Отстаем На каких-то там Три-пять лет В этой ситуации У нас же то же самое Мы стоим На пороге Очень серьезных Столкновений На национальной почве Понимаете Я вам серьезно говорю Потому что Я всегда говорю Что А что было бы Если бы русские Устроили бы Такой теракт Ну условно Где-нибудь в Душанбе Что бы произошло Я думаю Что всех русских Которые живут В этой стране Просто-напросто Вырезали бы Тех которых Они не успели Там Порезать В конце 80-х В начало 90-х А мы все Знаем Какие были погромы В национальных Республиках Бывшего Советского Союза Сколько русских Убежало Вообще Боссы и голые Убежали Побросали все А сколько было убито Изнасилование Сколько пропало без вести Почему-то мы Толерантно Об этом умалчиваем Они Нас Тогда Выгнали А сейчас Они к нам Идут Так вы Неужели Наверное Мне кажется Будет нужно Наивным человеком Чтобы не учитывать Тот предыдущий Исторический опыт Взаимоотношений После развала Советского Союза И так распахнуть Двери Такому количеству Эмигрантов Я вот этого Понять не могу Я абсолютно В этом вопросе Я абсолютно Нетолерантный человек Правда Я считаю Я считаю Что в этом вопросе Должно быть Четкое Понятное Жесткое Законодательство Без всяких Там отступлений Нам не нужно Нам не нужно Столько рабочей силы Понимаете Ну не нужно Абсолютно Ну куда нам 10 миллионов Еще немного И будет Десятая часть Населения Вообще России Это иммигранты Паспорта Раздаем Налево и направо Зачем Мы так Обесцениваем Свой паспорт Как бы Да Ну кому мы давали Жерар Депардил В том числе Кстати В том числе Вот эти показательные Шоу Да Вот эти шоу Показательные С раздачей Паспортов И так далее Только за Очень Как в Китае В Китае Государство Не раздает Гражданство Там за все время По-моему Там Меньше ста человек Получили Гражданство Китая Ну просто За какие-то Невероятные Заслуги Перед этим Государством А мы А мы Просто вот Ну реально Страшно просто Зачем это Это же другие люди Они культурно Ментально Другие Нужны будут Столетия Для того Чтобы мы Притерлись И стали Друг другу Как говорится Хотя бы В чем-то Ближе А как Относитесь К артистам У которых Наоборот Второй паспорт Другой Никто Уехал Это их выбор Чего их буду судить У меня Один паспорт Одно Гражданство Это моя Страна Я хочу Здесь жить Здесь умереть Я хочу Чтобы здесь Жили мои Дети Я буду делать Все для того Чтобы У них Все было Хорошо Я никак не осуждаю Каждый Чем-то же Руководствуется Ну уехал И уехал Ну мы Посмотрели на них Я всегда говорю Не творите себе Кумиров Но вы как-то сказали Что вы не против Возвращения Уехавших Да нет Ради бога Здесь их ждет Забвение Вы уверены Что если Пугачев Или Макаревич Дадут здесь концерт Люди не купят билет Нет Ну кто-то купит Я просто знаю Что такое для творческого человека Быть в забвении При жизни Когда ты не вернешься Никогда к тем вершинам На которых ты был Это страшная вещь Понимаете И тот же Макаревич И та же Пугачева Ну наверное Какая-нибудь маргинальная Грубо говоря Часть российского населения Она везде есть Во всем мире Во каждой стране Ну они к ним придут Но они никогда не будут теми Кем они были до этой ситуации Они никогда не будут кумирами До которых любила вся страна Сейчас они вернутся в страну Наверное Где люди Ну если не ненавидеть будут То просто будут равнодушны Абсолютно Никто же не хочет их крови Никто же Вот я лично абсолютно не испытываю Как бы да там Желание там Их там Расстрелять Посадить там Или еще что Это глупо Вот Они просто перестали для меня Существовать Вот и все Хотя я того же там Макаревича слушал в юности Там даже тоже Пугачеву Там Моя мама Ее очень любила Я там ее какие-то песни Там даже в детстве там пел Но они больше им никогда не будут Еще раз говорю Тут вот случай Это вот урок для всех нас Не творите себе кумиров Не будет разочарования Ну это же заповедь По большому счету Не сотвори себе кумира Еще там Сколько там Две тысячи лет назад было сказано Больше Вот и все А то что вернутся Ну пускай вернутся Пускай испытывают Пускай Попытаются искупить Искупить Осознать Раскаяться Искупить А там посмотрим дальше Почему нет Ну Как вариант Вы как-то на своей страничке Поделились новостью То что на всемирном форуме В Даосе идет подготовка К болезни Икс Способны убить в десятки раз Больше людей Чем ковид-19 Вы верите что нас ждет Очередная пандемия С огромными жертвами? Конечно Ну стоит же дилемма Послушайте Человечество за каких-то Сто тысяч лет Достигло Одного миллиарда Да Одного миллиарда Сто тысяч лет эволюции Ну то есть как бы да Вот истории Это вот миллиард За последние там Грубо говоря там 50-60 лет Мы уже 7 миллиардов имеем А ресурсы откуда брать? То что у нас Как говорится это Такие территории пустые Что у нас не хватает граждан С одной стороны Как нам говорят Демографический кризис Вот Возможно У всех есть спады Подъемы и так далее У России как бы понятно Там Две мировые войны Там Революция Потом распад там Государства Там бандитские войны И так далее У нас это как бы понятно Вот Но в целом-то Во всем мире же Ну слушайте Есть государства Где люди страдают от жажды Не доедают Где ресурсы брать будем Поэтому естественно Стоит дилемма Как сократить Это обсуждается Прямо в открытую Как сократить Естественным Как говорится Ну то есть Скажем так Нерадикальным путем Количество людей на земле Поэтому я не исключаю Что тут стоит Большая как бы Ну в смысле Два больших инструмента Которые помогут Решить эту проблему Или это глобальная Мировая война Со всеми последствиями Которые она за собой Влечет Или какая-нибудь Пандемия Понимаете Почему нет Вполне возможно Вот Плюс пропаганда Там Не заводить детей Там Однополая любовь И так далее Это все Вот это все Если вот так вот Сложить в одну кучу Это все направлено Мировым как бы Мировыми элитами В целом Направлено на то Чтобы как-то Сдерживать Просто рождаемость Рождаемость Просто сдерживать Потому что Ну еще там Каких-то там Лет там 30-50 Начнется же просто Реальная же катастрофа Изменение климата Там да Какие-то Которые влияют Там в том числе На урожайность И так далее Мы-то живем Вот у нас как раз Вот все хорошо У нас и ресурсы И территории И вода И земля Там как бы Все и так далее Вот Поэтому наверное К нам и едут В том числе Такое количество Иммигрантов И будет еще больше Нужно быть к этому готовым А для этого должно быть Законодательство Разумное Уменяемое Еще раз говорю Из всех Кто к нам приезжает Мы имеем возможность Выбирать лучших По профессии По здоровью По всему То есть просто собирать Как говорится Вот эти зерна и плево Да зерна от плево Отделять Зерна оставлять себе Сливки нацию Да Приманивать Не важно откуда человек приедет Из Африки Из Китая Из Европы Из Америки И так далее Но у нас есть возможность Сейчас Выбирать лучших И гражданство России Должно быть Как награда Для этого человека Потому что Если он приехал в Россию Тогда у него есть будущее Как сказал Путин Россия это ковчег Я вот здесь совершенно согласен Весь мир в труху Россия это ковчег На котором спасется человечество Ну так нужно же Лучших выбрать Из этого человечества Чтобы они смогли спастись А мы же пускаем Кого не попадя Но четыре твари Которые ходили из автомата В упор расстреливали Женщин, детей, стариков Глядя им в глаза Ну вот это вот Это понимаете Это вот что Это вот как Как эти люди попали в страну И таких же не исключаю Я не исключаю Что таких же еще просто Там сотни тысяч Не исключаю Понимаете Вот и все Которые готовы Да за 500 тысяч Да с ума сойти Понимаете А это почему Стало возможным Потому что где-то Глубоко внутри У них есть ненависть К нам Понимаете К нам ненависть Которая вот Пестовалась с детства С детского садика В школу Учебники И так далее И так далее Это вот выращивали Вот такую категорию Как бы уже людей Поэтому я говорю Что не надо Там иллюзий Что мы там Когда-то жили В одной стране Что вот там Они там Во время войны Там детей забирали Там из блокадного Ленинграда Это их родители Это их дедушки И бабушки А вот это Уже другие люди Понимаете Вот не должно быть Никакого романтизма Должен быть четкий Понятный прагматизм Потому что От этого зависит Будущее нас Нашей страны Благополучие И спокойствие В нашей стране Чего вы сегодня боитесь Я как Юра Батурин Да Ничего Вообще ничего Я Слушайте У меня такая жизнь классная Я такую жизнь офигенную прожил Я столько всего видел Столько всего узнал Столько людей интересных Встретил Что наверное Я как Юрий Батурин Я ничего не боюсь Ну что меня ждет впереди Старость Болезнь Смерть Хорошо если быстрая А если вот там Долгое мучительное Там лежа там в постели Быть там обременением Там для своих родных И близких Как бы они меня не любили Я просто понимаю Что я понимаю Что я обременение Им тяжело Со мной Поэтому Чего мне это Как сказать Я сейчас на пике На самом верху У меня впереди Только спуск вниз Понимаете Почему Ну потому что Не ну какая-то плата Какая-то плата может будет Да где-то еще там 5-10 лет Я может быть там А так далее Поэтому я для себя Уже ничего не боюсь У меня жена Я уже два раза пытался На это пойти добровольцем На фронт Ну вы рассказывали Докторе Что у вас бронежилет И каска уже куплены Да У меня все есть Меня просто жена Два раза отговорила Причем она такие слова Находит правильно Что я так думаю Ну да Наверное Первый раз она была Когда я хотел пойти Она говорит Слушай Ну зима Холодно И я такой Знаете Как это так Что-то она так не скажет Я думал Что будет Типа Не смей На кого ты нас оставишь Нет Она такая Я говорю Как ты Относишься к тому Что я там Типа Вот У меня есть такое Понимание Что я должен Пойти туда на войну Но не сейчас Но грубо говоря Я понимаю Что все только начинается И не исключаю Она такая Говорит Ну хорошо Ладно Слушай Ну зима Аж холодно Ну что ты там В окопе Ты будешь там Енце морозить Я такой Ну да Наверное Подожду лето Подожду лето Да Я же еще хотел Там куда-нибудь Она говорит Ну а что ты сейчас Придешь Смотри Наши наступают Все нормально Я понимаю Там была бы На фронте То есть она Мне реально То есть она Из-за того Что я ожидал Что Она будет на сопротивление Да А я получается Знаете Как вайки Как это Как в дзудо Как он Да Когда там Используют Как-то энергию против Как Владимир Владимирович Путин Да Я провалился В результате Я такой думаю Стоп Думаю Ну действительно А что А здесь Тогда кто будет Здесь же тоже Нужны Как бы Ну не все Мужики должны Уйти там На фронт Ну нужно же Еще здесь Что-то делать Да То есть Ну там За порядком Следить Там Что-то Что-то там Чтобы люди Там Да Как-то Ну как-то Должно все Функционировать Жизнь продолжаться Должна Вот И она Меня вот Два раза Вот так Как-то Вот сбила И заставила Меня задуматься Да Нет Это не отменяет Того Что у меня Как бы Все лежит На готове Если родина Позовет Я пойду Вот При том Что у меня Уже говорю Что я уже Прожил Как бы Ну я прожил Офигенную жизнь То есть У меня Нет чувства Сожаления Да Вот У меня была Там прекрасная Женщина Там Любовь Там Длинный Большой Там Брат Я состоялся В профессии Там Меня знает Там вся страна Там Да У меня там Родился сын Я понимаю Что все будет Супер Как бы Да И так далее Вот Поэтому У меня как бы Нет страха смерти Вот реально Страха смерти Не хочется Умереть глупо Понимаете Там грубо говоря Там поперхнуться Там не знаю Там оступиться Там или еще что-то Вот Хочется чтобы Хочется чтобы Даже твоя смерть Принесла пользу Этой стране Этому народу Вот если честно Без вот каких-то Актерских Сейчас таких Да То есть Если ты отдаешь жизнь То мне кажется Что от этого поступка Должна быть польза Государству и народу Вот это вот Да Вот Внутри такая вот Установка А о чем мечтаете Мечтаю о том Чтобы все было хорошо Мечтаю Честно сказать Вот если я вот так вот Да Хочу чтобы у меня У сына было Много детей Правда Я хочу чтобы Знаете вот Я так поздно родил ребенка Да 21 год Да Я так поздно родил Я понял какой-то кайф Какое-то счастье Несмотря ни на что На бессонные ноти Слушайте Это все забывается Это все такая ерунда Тережущиеся зубки Эти памперсы грязные И так далее И так далее Слушайте Это такой кайф У меня смысл появился Это такой толчок Мне дало вообще жить Творить И так далее Вот Я единственное конечно На чем жалею Я бы конечно хотел Чтобы у меня хотя бы Ну хотя бы двое А лучше трое было Если честно Вот Я вот прям Вот правда Очень жалею Я блин Вот Единственное чем я жалею Я очень хочу Чтобы моего Чтобы Чтобы моего ребенка Вот Ну было все правильно И хорошо Чтобы он как бы Да Причем еще раз говорю Дети говорят Вот дети Это проблемы Это дорого Да ничего это не дорого Слушайте Это все Государство Такие деньги Слушайте Сейчас такое время Рожать детей Сейчас самое лучшее время В России Сейчас неспокойное время Все боятся Не знаешь что будет завтра Да Это постоянно Вот это вот есть Это вот постоянно Всегда было Но в любом случае С точки зрения Вот грубо говоря Просто Ну каких-то финансов Да Еще чего Это самое лучшее время Рожать детей Где еще такое было В нашей стране Где такое было Еще в нашей стране А что будет Ну понимаете Ну все говорят Вот там может быть Ядерная война Будет Так слушайте Может комета Какая-нибудь прилетит В землю удариться Но это же не останавливает Все равно жизнь И все равно Мы же планируем Завтра И так далее Если отбросить Все вот эту Все вот эту вот шелуху Вот эти все страхи И так далее Вот В результате Остается суть Да А суть это что Счастье в чем заключается Счастье заключается В любимом рядом человеке На которого ты можешь опереться И в детях Ну потому что Это продолжение тебя Ты вот смотришь И ты понимаешь Что блин Вот они мои Как бы Вот То что вот за мной Там сотни тысяч поколений Стоят Да Благодаря которым Появился я Я понимаю Что я становлюсь Одним из этих Из этих сотен тысяч поколений Которые дальше продвигают Как бы Да Там Не знаю Там Свой род Там Свои гены Передает Еще что-то Как угодно можно Там по-разному Об этом говорить Но это такой кайф Как они растут Смотришь Как они становятся Там да Там из такого кукленка У меня есть фотография У меня ребенок Только из роддома привезли Вот здесь голова Вот здесь ноги Я его так вот стою И вот так вот держу А сейчас это уже лоси Там уже 11 лет Он ко мне По привычке Ну какая же раз Когда он просыпался Он ко мне прыгал на шею Я его там еще носил Там знаете Там Он у меня еще там Что называется Немножко досыпал на плече Я его ходил Там Там сыночек Там моя Там золотце И так далее И он как бы здесь И сейчас Когда я сейчас Прихожу И этот лоси прыгает На меня Я такой Оооооо Я понимаю Что я его удержать Не могу А он Как вот в Три годика В два В четыре В пять А он так же Одиннадцатилетний лоси Такой мне Папочка А это Я такой Я так подхожу, там шкаф, там зеркало, я понимаю, что там вот столько осталось до пола ему, понимаете. То есть он реально вырос, а привычки еще вот эти оставили. Это так смешно, это так мило. Когда я его в 11 лет, каждое утро я его брал на руки после сна, и вот с ним ходил, потом в ванну его несу, он там умывался, чистил зубы и так далее. Это такой кайф. Вот что бы там в результате, вот в твоей жизни бы не случилось, вот это самое главное. Вот именно вот это самое главное. Я, знаете, я люблю очень нюхать своего сына. Я серьезно, я подхожу, вот, я его целую. Чем пахнет? Раньше маминым молоком, а сейчас еще. Моим пахнет, мое, понимаете. Я вот его целую в макушку каждый раз, когда он уходит там в школу, или я куда-то там уезжаю, ухожу. Я его целую в макушку, и следующее, что я делаю, я нюхаю его волосы. И я понимаю, что вот это мое, мое. И оно вот растет, я горжусь этим, я хочу, чтобы у него все было супер. И все, что я делаю вокруг себя, я делаю в том числе в большей степени ради него. Потому что когда все будет вокруг хорошо, я точно знаю, что у него все будет хорошо. Вот это очень важно. Когда она сейчас 11, да? То есть так, лет через 7 может. Лет через 7 встретимся, поговорим. Вот, да, да нет, я готов на самом деле. Я очень хочу, чтобы у него было хотя бы там двое-трое детей. Вот, потому что это, конечно, кайф. Вот, когда это случится, у меня появится смысл, как говорится, дальше жить. Да, то есть уже когда внуки появятся. Вот в чем дело. Возможно, как бы это даст мне новый виток какой-то такой, ради чего есть жить. Ну, внуков увидеть, как вариант. Ну, просто я понимаю, что маловероятно, потому что он, скорее всего, такой парень. Ну, не скоро женится. Ну, почему? Может, по вашим стопам пойдет? А я же женился в 25. В 20? Да, ребенка родил в 41. Ну, то есть, видите, дурак, как говорится. Ну, правда дурак, надо было раньше. Надо было раньше и больше. Это что? У меня жена классная, мать. У меня мать прямо вот, я говорю, для своего сына я лучше матери не это. Не вижу. Она прямо очень хорошая мать. Она прямо реализовалась неожиданно для меня. То есть для меня жена, то, что она была красивая, умная, я знал это как бы, да. Но то, что она такая мать, для меня это прямо было открытием. То есть я всегда говорю, я говорю, слушай, лучше матери для своего сына я бы даже и желать не хотел. Она правильная очень. Она очень правильная в этом вопросе. Как мать правильная. Такая она, где надо и жесткая, где надо прям муси-пуси, там нежная и так далее. Это тоже, знаете, быть матерью, это, конечно, призвание. Не каждому дано, наверное, в нашем современном мире, потому что, ну, в кукушку-то тоже закладываются разные вещи. Ну, вот она в этом плане прямо реализовалась. Для нее это, ну, как бы смысл жизни. Вот. Она как бы, ну, реализовалась в своей карьере. Вот. И вот она сейчас реализуется как мать. Поэтому еще двоих бы я бы точно бы с удовольствием. Ну, все, уже поезд ушел. Теперь на внуков одна надежда. Теперь одна надежда на сына, что внуков нарожает. Что ж, спасибо вам большое за это интервью. Я надеюсь, что на фронт все-таки не придется. Так посмотрим. Что за... Слушайте, надо жить в обстоятельствах. Еще я всегда говорю, что живите в обстоятельствах. Не надо ждать. Живите. Будет, не будет. Не гадайте. Живите сейчас. Живите сейчас. Стройте планы. Делайте. А дальше на всю волю Господа нашу. Спасибо вам большое. Успехов. Хорошо. Спасибо вам тоже. Спасибо.